коллеги доброе утро сегодня мы работаем из уфы мы находимся башкортостане и рядом со мной сегодня генеральный директор павел антипин с которым мы посмотрим торговые сети байрам и сабантуй здравствуйте добрый день наталья добрый день коллеги добрый день жители города нашего замечательного уфа и все россии знаете а сейчас действительно здесь невероятная жара мы действительно такое ощущение что привели сюда 40 градусную температуру при этом сейчас утро находимся сейчас в таком таком месте где собрана различная архитектура домов и я так понимаю что это довольно старый район нельзя назвать его старым назовем его так спальный микрорайон вот один из самых многочисленных по проживающим здесь в городе уфа и вот будем сегодня показывать наш магазин сабантуй который находится на въезде микрорайон вот можно сказать что он такой магазин удобно но в то же время с хорошим трафиком потому что находится на основных артерий сейчас мы находимся около крупно насколько я понимаю меркам формата чуть-чуть про этот формат для того чтобы наши коллеги понимали куда мы сейчас будем заходить формат магазинов сабантуй это формат с ассортиментом более 7000 наименований вот здесь будут представлены наши основные направления ну как фруктовый щиток и готовая еда готовая еда будет представлена в виде наших партнеров которые с нами не первый год уже работают здесь мы увидим еще и предпринимателей фермеров такой интересный проект от поля до прилавка который также представлен наших магазинах вообще основная цель сделать так чтобы нашим покупателям жителям было и удобно и была комплексная покупка они зашли и для себя сразу удовлетворили спрос максимально знаете со своей стороны могу сказать что вот несколько дней я нахожусь здесь и вот эко пышка вот то что мы здесь видим виду название мы увидим достаточно много и видим это один из самых любимых брендов которые удачно соседствуют с различных в различных проектах в том числе и у вас и поэтому такой знаете достаточно может быть даже громкая бить громкий вид сейчас данной вывески ну вывеска крупная да это вот один из таких моментов когда действительно на это реагирует местные покупатели и вот такая особенность а но и уже замечено по всему городу айрама много я вижу также в на улицах вашего города и 15 лет до проекта 15 лет в этом году весь год юбилейный весь год мы вместе с нашими покупателями празднуем это 15-летие ну в мае если быть точнее это сама дата открытия первого магазина ну а вот как я и сказал уже что весь год мы будем праздновать 15-летие праздновать наверное знаете так ударным трудом потому что хочется порадовать жителей новыми магазинами поэтому будем будем много открывать будем много строить тем более за несколько лет накопилось таких достаточно большое количество пожеланий уже по настоящему очень ценно когда жители пишут на горячую линию обращаются в администрации и просят открыть магазин это замечательно я предлагаю уже проходить сюда на самом деле вот реально где еще десяти часов нет но солнце уже жарит на уровне 100 тех же 40 градусов спасибо идемте а жару да да пойдемте пожалуйста ну что ж продолжаем уже смотреть непосредственно магазин и прежде чем начнем уже про магазины я бы хотела все-таки про особенности того что вот я прямо на входе сейчас вижу разные естественно у нас башкирский язык есть русский язык вот если какие то для вас там особенности сложности в регионе где нужно может быть даже еще несколько языков проявлять сложности нет ведь на самом деле с детства до с детства наши друзья мои друзья лично да и у нас много смешанных браков в республике поэтому даже как ты не замечаем наоборот мне кажется более 100 национальности если ошибаюсь проживает республики мы живем в мире мы живем согласие для нас это для нас это только плюс с точки зрения операционной составляющей значит у вас получается вот нужно вывески дублировать вот просто не закона государственном языке мы должны дублировать вывески основные какие-то значит навигации то есть все должно иметь перевод на башкирский и уже переключимся все-таки в исторический след 15 лет позволяет нам немножко поговорить о том как создавался проект как создавался откуда родом появились вот эта сеть я понимаю что вы работаете уже в сети шесть лет до этого как это было и почему до этого до этого это был это была франшиза пятерочки и по мере развития вот значит это вылилось самостоятельный проект байрам праздник который в 2008 году открыл первый магазин ну и как мы сегодня будем об этом говорить много в этом году там уже 15 а сабанту и перевод сабанту это праздник плуга то есть по сути это вот тот же праздник который после того как уже мы все посадили на полях и вот после этого люди праздную поэтому оба наших названия такие символизируют хорошее настроение хорошее настроение как минимум символизирует вот именно праздник еще такой вопрос что так про количество магазинов сейчас сети были последнее время понятно что у многих абсолютно по-разному уменьшается увеличивается количество магазинов как у вас сейчас какие планы сейчас на 115 магазин 115 115 магазинов в пяти разных форматах мы работаем и в планах в этом году открыть 29 магазин вообще конечно в планах расти и развиваться и нам это позволит в том числе и строительство распределительного центра который мы запланировали у нас есть сердце 10 тысяч квадратных метров но для того чтобы развиваться и масштабироваться этой площади недостаточно поэтому времена на самом деле были разные то есть и количество было разным вот и приходилось закрываться но благодаря усилием команды благодаря такой профессиональной работе команде сейчас мы не закрываемся сейчас мы только открываем и в новых районах и делаем мариб рейдинге в тех объектах которые уже работают там какое-то количество времени возвращаясь к исторической какой момент сейчас прям на меня смотрит бажа по колеи и в кулуарах мы же когда вы говорили что для вас является вот это название ну скажу так что на самом деле этот в это название это это предприятие мы бережно сохранили 75 лет в следующем году 75 лет то есть бажа колея это то предприятие которое обеспечило город уфу солью сыпучими продуктами в далеком 49 и последующие годы сейчас это предприятие работающие она находится в нашей группе компании предприятие занимается фасовкой 3032 из каю и там фасуется это сахар это крупа вот и что для нас важно мы сохранили качество ну за счет снижения себестоимости мы стараемся дать нашему покупателю очень интересную цену здесь как раз знаете такой момент павел буквально вчера работал вместе с нами на нашей конференции ритейлер и поставщику как зарабатывать розницы и там очень четко обозначил что у них нет стм но коллеги давайте посмотрим как же все это таки выглядит на самом деле все таки логотип это мы нашли частности мы нашли логотипы сабантуй и здесь у нас есть такая небольшая дискуссия все-таки как можно назвать это все-таки для что для вас является стм и почему именно название сабантуй которая нанесена на упаковку вы не считаете что это стоя для нас это скорее вот возможность размещения нашего бренда за который мы вручаемся за который мы гарантируем что покупатель получит высокое качество продукта но говорить о том что это стм как производство но вот ну для себя вот мы его не считаем потому что вы посмотрите на на то что расфасованы у нас упаковки да на самом деле это как раз делается на том производстве которые сказал про бас бакалею но скорее так это вот такая наша торговая марка ну да скажем так резюмируя это можем сказать что вы не заходите классическую стратегию стм когда для вас уже производят по вашему заказу какую-то продукцию с конкретным названием конкретный номинар но то что вы сами можете писавать упаковывать стараетесь произвести каким-то понятным брендом да вот если говорить о развитии то понятно что ваш бакалея очевидно что бренд бакалея он вот в таком развитии и будет первая цена и будем работать и над дальше на снижение себестоимости но без улучшения качества это важно наша на 6 это продукт произведенный в республике башкортостан то есть этот продукт который мы с брендом производителя выводим на рынок до который мы показываем с брендом производителя то есть мы как раз не обезличие мы говорим нет там не надо и вы не усовываетесь а вот есть бренд производитель мы этим гордимся здесь мы как раз можем и должны наверно поговорить про тему вот такой активной работы выбирать свою покупаю родную продукт башкортостана вчера обозначили что до 50 процентов доходит в обороте продажи и именно местного продукта все так этим очень гордимся по-настоящему если брать тот период прошлого месяца 47 процентов это доля в общем товарообороте это доля в товарообороте производитель наших республиканских большая гордость для сколько поставщиков сейчас более 300 из каюла более 300 поставщиков это поставщики наши республиканские вот учитывая что в продукте башкортостана там около 700 производителей то есть еще какой из потенциал вот отрадно что ежедневно приходят к нам предложения о дальнейшем сотрудничестве мы очень этому рад если все-таки про производители основная у нас эти канва общения когда мы общаемся с на тему ритейлер про и поставщиков это все-таки некий конфликт постоянные между интересами поставщиков и ритейлеров вот вы работаете уже почти 25 лет да у нас кстати да коллеги у павла юбилей следующем году деятельности как раз розничный да то есть у нас в сайта ритейл . 25 лет следующем году и вот у нас такой совместный юбилей умею вместе отметим да 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 вот за это время работая в разных проектах не только здесь байраме вот что вы можете сказать на тему все таки вот этого конфликта есть ли в нем действительно зерно истины или все-таки для вас это более там например не профессионализм какой-то мере вот где вы здесь как бы вы подсветили и как бы вы обозначили эту тему для наших слушателей и зрителей мне кажется что вот прям конфликт ну наверно так как-то громко да и достаточно грубо я бы его не назвал конфликтом я бы назвал такие разные интересы разные интересы что мы делаем мы максимально выводим производитель на диалог то есть очень важно услышать производителя а что производитель планировал для себя когда выводил тот или иной бренд или то или иное наименование мы конечно сейчас современные технологии позволяют посмотреть позволяют увидеть там долю рынка опять же используя различные источники да то есть и но все достаточно как бы просто но если мы говорим о производителях небольших то они ограничены в форму информации и по большей части им нужно помогать и вот когда происходит такой но эффективный диалог между коммерсантом и производителем когда они вот начинают может быть не с первого раза но дальше точно говорить на одном языке и потому что цель то у нас глобально у всех 1 это сделать так чтобы покупатель потребитель население было довольно рада и вот по этой цене которая там предложена купил не только сегодня покупал и завтра и послезавтра то есть это было какая-то справедливая цена вот я пытался подобрать это слово такое где цена навсегда будет таким китайкой для кто-то дорого ли ты продёшь поэтому в общем-то по той цене которая там сложилась на рынке до настоящий момент вот диалог он позволяет вот этот условный конфликт убрать потому что я же говорю мы ничего не делим но что нам делить то есть в данном случае это полка до полка она ну вот она бы она продает вот мы мы поставили да и дальше начинается работа дальше начинается работа совместная она какая она по продвижению да то есть производитель говорит да у меня есть мысли я готов двигаться и готов продвигаться на вот такую аудиторию давайте делать вместе давайте делать вместе там акцию давайте делать вместе какие-то может быть интересные какие-то вещи вот вот но вот в этом весь смысл это так менялось это кстати хороший вопрос я я но об этом думал но меня longe конечно был такой достаточно там период когда когда ну когда там коммерция или скажем закупка она не у нас она была на прежних местах работы когда это была такая позиция с высоко позиция с высоко вот и по производитель никуда не денешься но я не приемлю такой позиции а еще в завершении вот этого блока про производит производителей все-таки сейчас идет активное желание работать с некрупными поставщиками у которых есть какой-то уникальный продукт здесь как раз это понимаешь что для вас чуть-чуть легче чем например федеральным игрокам играть и федеральным игрокам с этой истории работать есть ли у вас какие-то примеры которые могли бы подсказать что вот вы начали с кем-то некрупным работать и они выросли в какие-то серьезные проекты бы есть такое есть примеры есть и мы этими примерами гордимся я их не буду приводить вот для того чтобы других не обидеть на самом деле здесь в этом плане я хочу сказать немножко о другом о том что наталья сказала нам 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 легче не то чтобы нам легче а это скорее наша стратегия то есть скорее наша стратегия вот эта отличительная черта да то есть ага но какая отличительная черта отличительная черта это другой продукт другой продукт который лежит у нас на полке Другой продукт, который как минимум имеет, короче, логистику, он как минимум свежее, он как минимум имеет меньше в своем составе каких-либо штук, которые позволяют этот продукт хранить долго придолго. То есть, условно, когда у тебя большие масштабы, конечно, ты должен подразумевать, что 6 месяцев впереди, и вот пока она доедет от распитного центра до крайнего магазина, должен быть какой-то срок. Нам в этом плане проще. Но с другой стороны, еще раз говорю, это наша стратегия. Сделать так, чтобы потребитель, все-таки наш любимый покупатель, он видел продукт, но чуть, скажем, слово качество тоже оно не в полной мере определяет. Он не то, чтобы качественный или некачественный. Ну, я же говорю, он вот свежее. Хочу продолжить разговор про ваши различные совместные проекты с поставщиками уже в той части, где они явно проявлены. Мы уже, естественно, в магазине пробывали, и я понимаю, куда мы идем. Так что предлагаю переместиться там, где мы действительно увидим те коллаборации, которые вы развиваете с поставщиками. Пойдемте, да. Пойдемте. Павел, мы продолжаем говорить о производителях и вообще о коллаборациях, которые есть сейчас в вашей сети. Вот прямо сейчас мы уже находимся в той части, где находится вот ваша знаменитая копышка. Расскажите про этот проект и почему у вас сейчас нет собственного производства? О, такой непростой вопрос, не скажешь его в одном предложении. Ну, на самом деле, в определенный период нашего развития приняли решение, вот, не... Можно было развивать и дальше свое производство. У нас было свое производство, был замечательный цех, который сейчас, кстати говоря, успешно работает там для предпринимателей. Хорошая продукция была, интересная, но была необходимость в то время сконцентрировать свое внимание на рознице. То есть сделать так, чтобы вот операционные проекты были под внимательным контролем и здесь нужно было свои усилия направить. Поэтому, естественно, начали думать, а кто на территории здесь, кто лучший. И это Пышка, Пышка, это тот бренд, то производство, которое заслужило такую любовь нашего населения. Вот, поэтому переговоры, поэтому наши, наши, вот мы приходили, мы разговаривали, мы говорили, что совместная работа усилит нас, усилит друг друга. Вот, и у нас это получилось. На сегодняшний день это более 40 вот таких вот, таких вот отделов. Они в основной сумасе такого крупного формата или разные? Все разные, вот, да, есть большие, вот здесь весь цикл, есть отделы поменьше, где там простойка, где подогрев, вот. Вот, но мы, опять же, старались, старались вообще сделать так, чтобы у нас в каждом магазине, ну, кроме, пожалуй, там, самых мелких, были такие отделы. Вот, и в этом направлении мы, мы движемся, мы не останавливаем, и любой новый магазин, который мы открываем, мы сразу предполагаем именно вот с таким хорошим отделом готовые еды. Надо понимать, что для региональной розницы это действительно несколько нестандартно, да, и вот я сейчас здесь хочу уже перейти немножко к моменту, сейчас немножко отвлечемся от всех спецпроектов, все-таки вот это регулярное большое количество принятия решений стратегического характера, которые здорово определяют, насколько вы устойчивы или неустойчивы на рынке. Вот скажите мне, пожалуйста, вот таких вот критических решений, когда вот вы в развилке находитесь, вот это, как вы их принимаете? Сами лично, сильно работаете с коллегами, есть стратегические сессии, как у вас это устроит? Тоже хороший вопрос, конечно. По большей части это командная работа, по большей части это командная работа, потому что только в командной работе будет достаточное количество данных, для того, чтобы это решение было принято правильным и рациональным. Ну, в какой-то степени помогает чуйка, вот, чуйка понимания рынка, знания этого рынка, знания людей, наверное, в первую очередь. Знаете, очень удивительно было, когда, ну, не то чтобы удивительно, я бы сказал, даже для нас это приятно, когда вот на встречах, которые мы часто проводим с предпринимателями, с фермерами отдельно и с производителями республиканскими, когда подходят и говорят, вот, вот вы не космонавты, вы точно знаете, вы на Земле, вот вы говорите о тех вещах, о которых мы думаем, о которых мы для себя там предполагаем, и вы это озвучиваете. Это очень приятно. Вот это, наверное, и есть такой залог успешных решений. Но, конечно, было бы фантастически, если бы там все решения были успешные, это, ну, такого не бывает. Понятное дело, что мы рискуем, понятно дело, что где-то, значит, и не получается, но самое важное сделать работу над ошибками, идти дальше, вот, не тут не унывать, а просто двигаться дальше. Я вообще не знаю такой отрасли более динамичной, чем торговый. Да. Ну, это очень динамичная отрасль. По-настоящему каждый день происходят какие-то изменения, каждый день. Значит, затронули тему неуспехов, например, что не пошло? Или пришлось там менять, вот сначала решили так идти, а потом все-таки отказались? Не скажу, что вот прямо, что было конкретно. Были какие-то совокупные вещи, были неудачные проекты и по локациям магазинов. Приходилось там закрывать, переезжать. Это всегда тяжелое решение, всегда тяжелое решение. Переезд или закрытие объекта. А так вот, чтобы, ну, прям вот совсем неудачно и неуспешно, скорее нет. Мы просто из этого делаем выводы. Мы просто из этого делаем выводы. Ну, значит, для нас эта школа была дорогая. Вы сейчас рассказали про закрытие и открытие. А напомните, пожалуйста, вы сейчас работаете в каком... Как бы, в каких регионах, условно? То есть только в Уфе? Какой ареал? Это Уфа, Уфимский район, Благовещенск, Кормоскалы. Ну, для наших не уфимских и не башкирских это примерно Уфа и 100-километровая зона. Дальше не пошли или ушли? Был момент, ушли, ушли. А вот придем туда сейчас или чуть попозже, но вот новые РЦ нам позволят это сделать. То есть увеличить ареал доставки? Увеличить ареал возможно. Увеличить ареал возможно. Но очень важно для нас сделать так, чтобы все-таки уровень сервиса был достойный. Ну, не просто там открыть его где-то на расстоянии, не знаю, там, 500 километров от РЦ. И что потом? Но если не получится, то будет очень обидно. Коллеги, продолжим говорить о коллаборациях. И немножко в другой части уже, ну, здесь же рядом, находится тот проект, который вы ведете уже, я так понимаю, многие годы? Тоже, да, этому проекту много лет. Проект называется «От поля до прилавка». Проект, в котором принимают участие фермеры районов разных районов. И они представляют и продают свою продукцию. Ну, может показаться, что вот, там, пересечение, потому что некие позиции у нас присутствуют. Но, на самом деле, это и есть определенная изюминка. Мы такой продукт качественно не продадим. Потому что вот продавец, который должен стоять, должен как минимум объяснять, должен рассказывать, из какого сырья. И продавцы это прекрасно делают. То есть, когда покупателю нужен диалог, и когда покупатель именно слышит, есть, соответственно, успешные продажи. Поэтому, да, этот проект, он тоже развивается у нас. Ну, там, громко мы не называем фермерский уголок, мы называем вот именно «Поле до прилавка». Мне кажется, мне просто хорошее название. Кооперативный, кооперативная лавка, да, то есть, получается. Вообще, история про кооперацию. Вы в этой истории как-то участвовали, не участвовали, поддерживаете, помогаете? Вообще, все, что мы делаем, это кооперация. Просто вот именно само слово «кооперация», спасибо, Наталья, что затронули, само слово «кооперация» нам очень нравится. Вот это, наверное, даже лучше, чем любое другое какое-то комическое объяснение нашей деятельности, да? По сути, получается, у нас проект был и он есть. Это, к примеру, проект «Агрокластер». Там в чистом виде кооперация. Кооперация с фермерами, производителями сельхозпродукции, которые до начала посевной с нами согласовывают объемы предполагаемые, сортность того вида продукции, которые они вырастут. И, соответственно, дальше на выходе мы уже получаем стабильно необходимый объем, хорошее качество, самое главное, видят наши покупатели. Ну и поддерживаем наших местных, здорово. То есть у вас, получается, вы закладываете им уже, вы им даете на семенной фонд деньги? Техзадание. Нет, мы не даем на семенной фонд деньги. Есть разные варианты нашего взаимодействия. Значит, в данном случае это взаимодействие именно в формате наших договоренностей. То есть мы говорим, вот есть, мы продаем 60 тонн картофеля в месяц. То есть обеспечиваете их точно гарантированно? А хранение в данном случае продукции происходит? Хранение происходит у предпринимателей в общих хранилищах, потому что у нас РЦ и овощих хранилищах. И я не думаю, что мы прямо в эту историю пойдем именно в таком овощих хранилищах. Это отдельный бизнес все-таки. От коллаборации, от кооперации перейдем обратно к теме форматов, да, потому что сейчас хочется затронуть эту тему в разрезе одного из трендов. Это дискаунтеров. Работаете с партнером. На тренд на СТМ вы не поддерживаете. Давайте поговорим о тренде на дискаунтеры. Как вы в этом случае поддерживаете или нет? Ну, тогда... Сначала про форматы. Да, тогда можно сказать, да, мы тренд тоже не поддерживаем. На дискаунтеры тоже не поддерживаем. Но у нас 5 форматов. У нас 5 форматов, и это от 1800 SKU до 7000 SKU. Соответственно, ну, разное количество магазинов в каждом из них. И вот на протяжении двух лет идет активное увеличение именно больших форматов. То есть здесь придет момент, когда, значит, сабантуи в полной мере станут сабантуями, когда у них количество будет достаточное для того, чтобы можно было продвигать их, да, и, соответственно, остальные наши магазины, оставшиеся будут байрамами. То есть это вот будет такое четкое... То есть все-таки здесь вы хотите разделить? Да, четкое разделение. Оно произойдет. Оно произойдет. С точки зрения тренда на дискаунтеры, ох, такой вопрос. Мы, на самом деле, это прям жаркие баталии обсуждений, вот, идти нам в дискаунтеры нет. Я вообще по-настоящему сейчас вижу, наверное, так, необходимость, опять же, чувствовать покупателя. С одной стороны, да, есть запрос на низкую цену, но с другой стороны остается и запрос на качественный продукт. Вот соблюсти эту гармонию, вот, когда все-таки у тебя на полке продукт качественный, но цена, как уже Наталья говорила, справедливая. Вот. Мы ведь в рамках категории даем хороший диапазон. То есть покупатель, он видит и товар первой цены, и может увидеть продукцию средний, средний плюс, доля которой, вот, на протяжении нескольких месяцев, она только увеличивается. Поэтому, вот, условно говоря, уйти прям сразу в дискаунтер и работать в этом направлении, ну, на текущий момент это не наша история. Вот, я назову это так. Говорить, как не будем делать никогда, это, ну, неправильно так говорить, да. Да, бог узнает, что может произойти, но мы мыслим позитивно, и мое мнение, что мы будем развивать именно вот наш формат. Это мультиистория, это мультиистория. И всегда вот, ну, по-настоящему надо придумать какие-то слова, наверное, какие-то названия, да, потому что супермаркет тоже звучит как-то, ну, типа супермаркет, вообще оно не понятно, что такое супермаркет, да. Гастроном у нас было хорошее название, вот, гастроном. И вас используется, я видела по вывескам, по словам гастронома. Ну, не только, ну, как бы, я вижу по городу, что его активно используют. Ну, вот, где-то вот в этом плане. Ну, что-то вот, что-то такое понятное, ассортиментное. Сейчас мы говорим, что магазин, в котором люди с разным достатком найдут для себя необходимое для них предложение. И они не уйдут без покупки, потому что по их доходу они продукт найдут. То мы сделали чуть больше, они найдут здесь продукт республиканский, то есть того, чего они не увидят в других магазинах. Продукт, произведенный здесь, в Республике Башкортостан. Таким образом, вы достаточно хорошо затронули тему еще и потребителя, кто есть ваш покупатель. Также ранее говорили, ну, когда мы общались в кулуарах, о том, что вы заметили, что средний-средний плюс покупатель у вас остается, и вы научились с ним работать. Остается, ну, остается. И спасибо большое за доверие. Хочу сказать, это большая такая награда для нас, для нашей команды. Значит, то, что мы делаем, мы делаем правильно. Вот эта тенденция, которая, в общем-то, когда, условно говоря, активно, основная часть пошла в низкую цену и в дискаунтеры, мы, скорее, наоборот, пошли работать над сегментом среднего, среднего плюса, и в этом сегменте стали искать интересных производителей. Наших российских производителей, там, конечно, большая доля и башкирских, но и наших российских в том числе. Ведь, когда произошла ситуация февральская, более трех тысяч СКЮ ушло и очень оперативно заместилось. Вот это была, конечно, такая работа большая, высший пилотаж, я считаю, потому что покупатель, он не заметил отсутствия на пол. А еще раз вернемся, вот есть сколько СКЮ вот именно в этом магазине? Семь тысяч. Семь тысяч СКЮ. Это самая широкая матрица? Есть матрица, ну, есть наше такое внутреннее название, там добавляется еще нонфуд, порядка тысяч СКЮ еще нонфуд. То есть есть магазины большего объема по площади, вот там еще порядка тысяч СКЮ нонфуд. А сколько средний чек вот в такого формата магазина? Средний чек 500 рублей. Лайк по сравнению с прошлым годом, как вы сейчас представляете? Ой, лайк с прошлым годом дело неблагодарное, потому что... Ну и стряться, понятно, да. Ну, там так все разнонаправленно работало, мы сейчас берем лайк, такой не лайк, наверное, это другое какое-то название, с 21-м годом, а потом еще с 20-м смотрим. Ну да, у нас. Ну, и так, чтобы понять хотя бы вот мы в тренде или нет, потому что если брать условно говоря 21-й год, то здесь активный рост. То есть это порядка 6-7-8 процентов, в зависимости от локации магазина. Что касаемо сильных категорий, все-таки мы продолжаем так или иначе вокруг категорий говорить, мы на моменте кооперации затронули уже овощи, фрукты. Просто, понимаете, я все реально в региальных, когда я смотрю все-таки региональную розницу, которая там стабильно стоит именно в регионе, появляется несколько вещей. То есть вот я поняла, услышала там, собственно, производство сильной категории, но у вас она удобна другому, да? Какие категории вы усиленно развиваете? Ну, понятно, что бакалея там и прочее, вы делаете очень много интересных пассажей с поставщиками. В овощах, фруктах как у вас? Вот здесь, Наташа, наверное, такой принцип, да, вот нет акцента на какую-то категорию. То есть нельзя сказать, что прям вот эта категория, которой мы занимаемся. По-настоящему развиваются категории все. И овощи, фрукты в том числе. Важны, они встречают покупателя. Это на полке уже, ну, такая, обязательный продукт, да? То есть он должен там быть всегда. Поэтому овощи, фрукты, доля у нас растет из года в год. И там 15% это доля, но для нас еще планка может прирастить там 2-3% плюсик. Слушай, как раз так удачно мы прогулялись. Я тут вижу зашполка. А-а-а, зашполка. Ну что, тренд. А вот, вот, вот. Тренд, тренд, да, 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 нашли, нашли. Ты говори, да, тут же не тренд, это тоже не тренд, мы не в тренде. Здоровое питание. Ну а что? Важно есть. Потребитель смотрит. Почему нет, без сахара. Есть с витаминами, есть и просто витамины. Да, вот это направление развивается, и есть свой покупатель, который многие советуют. А вот, 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 вот этого производителя еще, потому что он встречается в специализированных магазинах. А не попробуете ли вы у себя? Почему нет? Пробуем. Отличный полк. Что еще такого интересного сейчас заводите, чтобы действительно словить вот эти интересные продукты? Кого вы ищете сейчас, чтобы действительно эти продукты появились на ваших полках, и вы какую-то выстраивали по, не знаю, маркетиковой активности? Я понимаю, что у вас классическая история с каталогами, она есть. Есть ли что-то, на что вы явно упираете? Вот надо найти что-то такое, наверное. Что-то такое, ну, конечно, для нас важна молодежная аудитория, да, для нас важна молодежная аудитория, и там мы смотрим всех тех, значит, амбассадоров, с которыми производители сотрудничают, да, для того, чтобы для молодежи зацепить там тем или иным брендам. Они у нас тоже появляются, они у нас тоже появляются. Я не скажу, что это прям, ну, прям такая идея важная, чтобы это вот было обязательно, но в разрез рынку мы не идем. Вот еще раз хочу акцентировать свое внимание, что очень важно не плыть против, когда речь идет именно о продукте. Вот о трендах это может быть разно, а вот если речь идет о продукте, если потребитель в настоящий момент говорит, да, вот этот продукт нам нужен, но он должен быть на полке. Коллеги, мы перемещаемся по магазину, и уже разговор немножко был у нас про овощи и фрукты, продолжим его чуть-чуть здесь. И здесь, наверное, немножко нестандартный вопрос, а сколько вообще должно быть красоты у тех или иных полок? Я понимаю, что у вас вот каких-то излишних картинок мы не можем снять, ровно потому что, ну, их нет. При этом мы привыкли, что у федеральных игроков там очень ярко выделены, там, овощи и фрукты, там, не знаю, категория еще какая-то. Вот все-таки сколько должно быть красоты в вашем понимании в том магазине и вообще во всех магазинах, сколько даже в дизайне? Ну, начну с того, что по большей части мы за рациональность, за то, чтобы все-таки сделать акцент на продукт, чтобы покупатель по-настоящему радовался, когда подходил к полке. Если мы говорим вот об овощах, фруктах, то, наверное, основную работу здесь, ну, помимо всего переговорного процесса и поиска соответствующих партнеров, это еще и грамотный профессиональный прием на РЦ, потом, соответственно, своевременная доставка, потом своевременная переборка в магазины для того, чтобы не допустить потерь. В общем-то, можно, конечно, сверху и красоту навести какую-то там и поставить какую-то рамочку красивую, там написать, но в данном случае покупатель, ну, он видит, а что ему дополнительно, зачем еще акцентировать на этом внимание? Ну, то есть все это, все это есть. И все это есть, самое главное, каждый день. Вот это, я думаю, для покупателей как раз ценно, чтобы каждый день, приходя в магазин, каждый день, проходя в торговую точку, он находил свой любимый вкусный продукт. Вот на это и заточена, по сути, вся команда. То есть вот здесь для того, чтобы, естественно, параллельно работать и на оборачиваемости, про это не забывать, как раз когда затронуло тему красоты, вот здесь есть ряд позиций, которые там условно только для красоты, и вот так можно, да, и там можно закрыть глаза на потери. Но доля этих позиций должна быть минимальная. Ну, иначе какая эффективность работает? На тему красоты, это действительно совершенно дискуссионный такой вопрос. И мы понимаем, что часть магазинов, в которых мы бываем, мы очень много видим вот этой, вот сейчас новых проектов, много ярких появляется. Ну, у вас все равно здесь идет история про ребрендинг, вы сейчас занимаетесь какими-то обновлениями. С точки зрения, возможно, обновления, да, вот вас что верите, какие вещи точно будете добавлять для того, чтобы, ну, необходимый минимум этой красоты создать? Опять же, что первично, да, красота или технологичность? Мы считаем, что первично технологичность. И первое, что появится, и вот уже через месяц у нас во вновь открываемом магазине появится касса самообслуживания. Интересно, хотим с ними поработать, хотим понять, насколько это же так же будет интересно в наших магазинах, нашим покупателям. То есть будет это, важно это сделать. Ну, вот мы вчера были в Саванту и в новом уже, и там видно, что там другая навигация, другое стеллажное оборудование, интересное холодильное оборудование. Вот с этим будем работать. То есть будем работать максимально на технологичность, на удобство для покупателя. Вот цель основная такая. И все-таки вернусь сюда, вижу, находясь у этой полки, я вижу очень большое количество помидоров, которые привезли из Центральной России, это явно из Москвы, там оттуда. Насколько хорошо местные покупатели реагируют вот такие новые варианты помидорок, маленьких, там, сливовых? Это как раз вот к вопросу предложений для, там, среднего сегмента. Интересный продукт, он по-настоящему вкусный, качественный. Почему бы его не предложить нашим покупателям? Предложили, попробовали, все начиналось с двух-трех СКЮ. Сейчас линейка широкая, и в данном направлении она продолжает развиваться. Опять же, здесь идет, ну, такая, тренд на экономию времени, да? То есть нет времени для набора. Взял сразу готовую упаковку, положил в корзину, в тележку. Пожалуйста. Коллеги, по теме овощей и фруктов я буду затрагивать на мероприятии в сентябре, на выставке World Food мы традиционно делаем тему категории овощи и фрукты. Так что, если у вас есть какие-то кейсы, и вообще вы этой темой занимаетесь на регулярной основе, то напоминайте себе, стараемся эту тему поддерживать на данной выставке каждый год. Ну, и вас тоже приглашаем. Спасибо. Потому как надо эту тему правильным образом рассказывать, потому как только от практиков появляются какие-то идеи свежие, или вы начинаете напитываться какими-то новыми идеями, которые в дальнейшем реализуются в своих магазинах. Встречи всегда важны. Спасибо большое. На самом деле встречи всегда важны. По-настоящему, да, это и обмен опытом, по-настоящему это и интересные идеи, которые цепляешь и примериваешь на себя, на свои магазины. И, кстати говоря, многое из того, что мы увидели в соседних городах, регионах, мы внедрили. Еще в сегмент свежих продуктов у нас активно идет все, что касается молочки, мяса. Давайте чуть-чуть про это поговорим. Чем вы здесь отличаетесь, выделяетесь? И, может, на что-то нужно мне особым образом посмотреть? Ну, кстати, мы же находимся в Башкирии, здесь точно уже есть какие-то продукты, которые на центральной части России мы скорее не увидим. Ну, молочная полка, тоже можно сказать, что это наша гордость, потому что здесь представлены, ну, не знаю, основные там и крупные, и мелкие производители наши республиканские, мелкие там, чтобы не в обиду, да, просто меньше, чем остальные. И вот широкий ассортимент, здесь и кумыс присутствует, это вот как раз о чем говорила Наталья, уникальный продукт, да, для республики, для нашей важный продукт. Вот. Ну и производители, и фермеры, и, как я и говорил уже, и крупные производители, все на полках есть. То есть, условно, вот такого ассортимента у федеральных магазинов не встретил. На самом деле прям тянется рукой взять такой, конечно, продукт, который нам... Трясти, только нельзя не трясти. Так, нельзя трясти, а как же его домой привезти? Ну, этот... Не-не, домой-то можно, но я имею в виду, есть такие любители, кто не знает его этот, но вот не надо трясти его. Да? Особенность. Это же... Трясти не надо. Кстати, там я увидела, что в составе написано мед. Продукт газерон. Есть кумыс, есть кумысный продукт сейчас, тоже в этом направлении экспериментируют, добавляют и мед в том числе. Продукт очень вкусный. А можете показать вот там, как бы, в камеру именно мед? Самое главное полезное. Вот это вот медовый как раз. А, медовый. Еще один момент, который появляется, возможность обсудить. Литр. Как вы на эту историю смотрите, действительно сейчас и часто происходит то, что у нас упаковка не равно литру, например. Вы как-то особым образом разговариваете с поставщиками, чтобы вот сохранить действительно там условно честный литр? Ну, для меня, как для потребителя, конечно, было бы честнее, как минимум, сохранить литр, килограмм, весь вес, который, наверное, традиционно и исторически был у этих продуктов. Понимаю, что для того, чтобы предложить покупателю вот так называемую вот эту вот справедливую цену, идет уменьшение веса и, значит, сохранение объема упаковки. Но, по сути, это, ну, как минимум, некрасиво со стороны производителя вот в эту историю заходить. Поэтому, конечно, мы разговариваем, но это такая работа, скорее, больше вообще глобальная, стратегическая, возможно, даже на законодательном уровне. Вот, не как бы не в рамках нашего взаимодействия с производителями. Ну, в любом случае, там, где есть возможность... Здесь ребята молодцы. Да, да, замечательно. Вот, на самом деле, я уже не в первом месте замечаю, что начинают обращать внимание и возвращаться к тому, что литр, там, килограмм. И, на самом деле, если вы понимаете, что у вас есть возможность такую историю сделать, делайте, потому что это действительно уже является таким, ну, новым, зарождающимся трендом. Тренд на честность, так сказать. О, тут еще интересно, кондитерка, это, понимаете, тоже местное что-то. Есть кондитерка и, там, коротких сроков, да, мы о них говорим. Вот, торт, торт, похожий на торт Папирус, там, торт Наполеон. Ну, хит-продаж, в общем-то. На протяжении всего нашего разговора, так или иначе, мы говорили о конкуренции. Каждый новый игрок, приходящий на ваш рынок, сколько сейчас у вас стоит? По-моему, все собрались, да? Все игроки на нашем рынке присутствуют, все игроки, которые есть на рынке. Ну, кроме, пожалуй, нового формата Магнита, еще, ну, который дискаунтеры, островные все. Да, первые выборы, островные все. Уже Чижик пришел? Чижик есть, да, с Чижиком мы работаем. Понятно, Магнит Пятерка, там, давно с нами, Красное-Белое с нами также давно, вот, ну, понятно, там, Гипера и Лента, и ОК, и Ашан, все присутствуют, но все. Что скажете на тему того, что вот рядом открылся, не знаю, там, условно, Пятерочка, Магнит, неважно, любой из проектов крупного характера, как видите, обычно там резко падает продажа, или вы не чувствуете сейчас, уже по прошествии этого времени, ну, какой-то резкого перепада, что покупатель перестал к вам ходить? Знаете, как правило, вот если статистику такую, прям честную брать, да, есть, безусловно, интерес покупателя в первые дни, как правило, 2-3 дня, когда что-то новое, сходили, посмотрели, но что особенно радует, когда идет возврат дальше, вот, и, ну, нельзя, как бы, вот тоже говорить, а, ну, ладно, все там вернутся, нет, нужно продолжать эту работу, нужно продолжать работу, чтобы покупатель приходил дальше в ваши магазины, также он сказал, да, я туда сходил, там, ну, там что-то не понравилось, или наоборот, я что-то для себя нашел, ну, тогда давайте мы быстро что-то придумаем, чтобы покупатель сказал, сказал, что, ну, здесь я в Байраме тоже нахожу для себя эту работу, и вообще, ну, говоря, скажем, о вот такой конкуренции с федеральными игроками, ну, я бы сказал так, что мы играем просто в разные виды спорта, то есть не находя, ну, находиться с ними на одном поле и играть в один вид спорта, ну, так сложновато будет, у нас просто разные виды спорта. Интересно, да, кто бы мог подумать, когда о ритейле можно говорить еще на видах спорта, это, каждый раз интересно, когда у нас вот такие разговоры происходят с руководителями сетей, действительно, когда ты многие годы тренируешься, набивая скорость, умение выживать, быстро подстраиваться, изменять какие-то первые, какие-то решения, которые ранее работали, давали результат, потом, бац, они перестали работать, потому что поменялись там какие-то вводные со стороны законодательства какие-то вводные, конкурентам окружения, и вовремя оперативно меняться. Как я и сказал, отрасль максимально динамичная, максимально динамичная, и, конечно, фраза избитая про велосипед, на котором нельзя остановиться, но, пожалуй, это так. То есть если ты стал крутить педали в ритейле, все, остановки нет. То есть ты крутишь дальше. А для того, чтобы на треке победить, тебе нужно крутить эти педали интенсивнее. Еще уже в завершении нашей прогулки по Сабантую. Нельзя про технологии не затронуть, да, вы уже немножко затронули историю про технологию. Еще два тренда, которые так или иначе мы смотрим, это онлайн ритейл, и вообще внедрение каких-то там историй с лояльностью, с автоматизацией, там, ну, кажется, самообслуживание, я услышала, что вы только еще внедрять начинаете. Вот давайте сейчас про онлайн ритейл. Что у вас сейчас с ним, как устроено, во что верите? Ну, а как, во что здесь верить? В тренд, в тенденцию. Очевидно, что тенденция будет на развитие онлайн направления, именно продуктового. Не скажу, что мы боимся, и будет там полный захват, и оффлайн уйдет, нет. Но мы во время пандемии, как раз очень оперативно, мы, во-первых, открыли наш собственный онлайн-магазин buyram.market, вот, затем начали активное сотрудничество с Delivery, с Яндексом, со Сбером, и сейчас мы продолжаем эту работу, сейчас мы активно, развиваемся в этом направлении, ну и я думаю, что дальше будем развиваться. У вас свой интернет-магазин? У нас есть один наш интернет-магазин, и также мы параллельно работаем с теми ребятами, которые я назвал. То есть мы располагаемся на их площадках, и они нас там размещают. Здесь скорее так вот, опять же, с точки зрения удобства покупателя. То есть покупатель находит нас в удобном для себя, в удобной для себя сети, там, да, или в удобном для себя направлении. Вот он нас там находит. Технологическое. Что, в какие технологии сейчас вкладываете? Саша, о чем думаете? Куда смотрите? Что думаем? Безусловно, много аналитики. Вот. В офисе много аналитики, но уверен, что нужно делать еще больше. Больше аналитики будет у нас и в направлении операционной деятельности. Вот. Есть партнеры наши, мы с ними сотрудничаем. Тоже не первый год. Спасибо им большое. С точки зрения лояльности. Да, есть идея. Забегать вперед не буду. Думаю, что в следующем году мы осилим интересное предложение, опять же, для наших покупателей. Думаю, что зайдет. У вас сейчас просто скидка. У нас сейчас просто скидка. Ну, так, мы ее называем, на самом деле, это любимая карта. Это честная цена, честная цена. То есть, по сути, человек, подойдя к полке, он сразу видит цену. Без баллов, без накоплений, без цену. Есть вот такая глубина скидки, пожалуйста. То есть, есть такой честный диалог. Вот это в том числе, мы считаем для себя, это плюс. Но есть целесообразность сделать совместное какое-то приложение платежное. Короче говоря, мы придумаем. Мы обязательно придумаем. Будет интересно. Самое важное, еще раз говорю, чтобы покупатель для себя увидел это как ценность. Вот такая цена. Еще одну тему, которую вспомнила, что не обсудили. Сейчас, вообще, в Уфе я отметила, что очень красивый город, очень много уже вложились. действительно, мне, конечно, удачно, наверное, повезло побывать как раз в тот момент, когда у вас тут было крупное мероприятие, и к нему тоже особо, может быть, образом готовились. Ну, вообще, могу отметить, что во время экспедиции мы в прошлом году и в этом году увидели серьезное проблежение многих городов в части красоты, и туризм действительно сейчас тот тренд, который многие поддерживают. Как-то вы эту тему в своих магазинах проявляете, есть ли возможность, хотя, точно видела ваши продукты, которые особым образом, да, но вот что с туризмом, есть ли какие-то магазины, которые как-то особым образом тему туристов обыгрывают? Есть, да, спасибо, Наталья, что отметили красоту нашего города, на самом деле, с каждым днем город становится удобнее для людей и красивее, да, у нас есть магазины, которые находятся на туристическом трафике, скажем, и, ну, конечно, да, Башкортостан, что, как минимум, башкирский мед, он должен быть представлен, и мы его представляем для наших покупателей, вот, это и исконно башкирские продукты, баурсак, чаи, бальзамы, все это мы продаем, вот, для туристов, это интересно, кстати, вот, как раз Наталья затронула, да, мы были представлены на 10-м форуме Россия и Беларусь, у нас была там торговая точка, и было отрадно услышать слова от белорусов, которые приехали, там делегация была более 200 человек, а мы там представили продукцию из Беларуси и из Башкортостана, все это отметили, соответственно, шоуфтокерами, и это было, было очень приятно, они говорили, ну, спасибо вам, что вот мы видим наши продукты и ваши, было очень здорово. Как вы знаете, интересная подборка получилась в Беларуси, Башкортостан, и, соответственно, мы РБ, а не РБ, так что мы вообще там близки очень. Как-то удачно получили, да, это, знаете, как раз все время, когда события мы создаем, вот эти, когда мы находим какие-то моменты, связанные, вот как-то фокус внимания происходит, вдруг начинают появляться какие-то объединяющие вещи, вообще как-то удачно мы, кстати говоря, подошли к этому стенду, и, наверное, здесь стоит уже завершать наш прогул по магазину, мы увидели много чего, и я приотлично понимаю, что, возможно, вы здесь сейчас не увидели тех каких-то особых, прорывных, технологических решений, но это как раз та история, когда давно работающий магазин, у которого есть сложившаяся аудитория, который стабильно работает, в магазине чистый, в магазине приятно пахнет, есть вот тот вопрос, как раз с помощью пышки вы решаете вопрос, чтобы действительно пахло едой, да, и, соответственно, притягивая в нужные, в нужной части магазина, мы стоим сейчас у той истории, которая реализована у них, а именно продукт Башкортостана здесь действительно очень серьезно развивается, и в том числе не без усилий торговой сети Байрама в лице Павла, да, в лице команды, в команду, да, конечно, и без команды, которая все это создает, невозможно было бы реализовывать такой проект, каждый раз отрадно понимать, что вот в данный момент мне очень приятно понимать, что я могу разговаривать с устойчиво стоящих на своих двух, а некоторых трех, где-то четырех ножках, потому что вы стараетесь создавать правильные опоры, позволяющие вам быть устойчивыми, да, в этом бизнесе, и надеюсь, что у меня будет возможность побывать еще уже на ваших новых проектах, когда оно ведь РЦ откроется, возможно там что-то получится посмотреть, спасибо за диалог, великолепно поговорили, спасибо, спасибо, спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова